Дмитрий Заграничный Эти вышки появляются рядом с их домами Попросим вас об одном Отбросьте все мысли о чипировании, влиянии вышек на здоровье и подобные Оружие массового поражения Инструмент тотального слежения за населением Как только не называют сегодня мобильную сеть пятого поколения или просто 5G Все это обычные слухи А мы в свою очередь докажем вам, что это не только безопасно, но и полезно для нашей жизни А для начала давайте узнаем у жителей нашего города Как же они относятся к новому стандарту мобильной связи пятого поколения Прогресс не остановить Я бы вообще, конечно, обошелся без всего этого А мы куда денемся? Ну, если для здоровья вредно или не вредно, еще не доказано На человека сказывается, на здоровье Технологии поднимаются, естественно Это хорошо А мы не знаем про эти вышки Ну, говорят, что плохо, но я не знаю точно Говорят, что не очень хорошо Очень хорошо Почему? Чем больше, тем лучше Почему? У меня люди будут Обычные вышки, которые раздает интернет Передают ровно такие же волны, как вышки 4G, 3G Это нормально, это даже достаточно хорошо Шаг, небольшой шаг в будущее Я, как любой студент, в этом вопросе обращусь к любимому ресурсу Там говорится вот что 5G, пятое поколение мобильной связи Действующее на основе стандартов телекоммуникаций Следующих за существующими стандартами 4G Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность По сравнению с технологиями 4G Что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи Увеличится скорость интернета Снизится расход энергии батареи А это благоприятно скажется на развитие интернет-вещей В вопросе безопасности научный консенсус заключается в том, что технология 5G безопасна А аргументы против нее являются конспирологическими и связаны с новизной технологией Которая якобы является достаточной причиной недоверятий Как мы понимаем, тут говорится только о плюсах Давайте обратимся к человеку, который точно знает больше, чем любой из нас Наш эксперт, руководитель компании сотовой связи Владимир Данилов Владимир, у нас с вами сегодня очень интересная тема для обсуждения Ответьте, пожалуйста, на вопрос, есть ли в Чувашии вышки 5G На сегодняшний день вышек 5G в Чувашии нет Есть эксперименты, которые проводятся в России, но в Чувашии на сегодняшний день нет Тогда следующий вопрос Когда они появятся? Я думаю, что это ближайшая перспектива 5-7 лет Расскажите, пожалуйста, об отличиях сетей нового поколения 5G от предыдущих В сетях 5G мы можем обеспечить более короткий пинг и более высокие скорости Скорости измеряются уже сотнями, тысячами мегабит в секунду Есть ли излучение и насколько оно опасно? 5G передается практически на тех же самых частотах, что и сигналы сотовой связи GSM 3G и 4G Поэтому, конечно, сигналы излучаются, но вредного воздействия на здоровье человека его нет Зачем все-таки нам нужна сеть 5G? Это большие возможности, это больше объема информации Это более быстрая жизнь, которая наступает у нас с новыми технологиями В последнее время миф очень начал распространяться такой Есть ли связь между коронавирусом и сетью 5G? На мой взгляд, это никак не связанные вещи Я думаю, это специальные маркетинговые ходы людей, которые используют 5G для того, чтобы привлечь к себе внимание Мы в нашей программе очень любим говорить о будущем Что же нас ждет после 5G? Да трудно, наверное, представить Я думаю, что мы скоро будем передать информацию просто через мысли, через передачу информации Просто думая друг о друге Очень интересное заявление Ну, спасибо большое Ну, а теперь моя очередь Да раскрыть суть нашей темы Даже тот, кто краем уха слышал о 5G, знает, что речь идет о более высоких скоростях передачи данных Но разве только в этом заключается основная задача сидей нового поколения? Неужели операторы по всему миру потратят более триллиона долларов Лишь на то, чтобы полнометражный фильм загружался не за 10 минут, а за 10 секунд? Подобные вопросы задают многие люди и приходят к выводу, что здесь что-то нечисто Видимо, у 5G есть другая задача А для наивных людей придумали удобную отговорку И ведь действительно, высокая скорость далеко не главная задача сети 5G Буду говорить с удобной для меня позицией Я люблю в свободное время поиграть в компьютерные игры Геймеры хорошо знают о том, что такое время задержки в сети Когда картинка, отображаемая на экране компьютера, в реальности устарела уже на 30-50 миллисекунд И точно сделанный выстрел не попадет в цель Ведь то, что происходит на сервере, отображается на экране устройства не мгновенно Соответственно, и реакция игрока как минимум затормаживается Скоростью отклика сети Время задержки в сетях 5G может быть сокращено до 1 миллисекунды На практике в большинстве случаев это значение будет выше Но для самых критических задач задержка не превышает миллисекунды Для сравнения, задержка в сетях 4G составляет 40-50 миллисекунд Несомненно, игры по сети это популярное занятие Но быстрый отклик нужен далеко не только геймерам Добившись мгновенного отклика устройств по мобильной сети Перед нами открывается новый мир автопилотируемых автомобилей Или удаленно управляемого беспилотного транспорта Появляется возможность проводить удаленные хирургические или спасательные операции Где важна точность и мгновенный отклик Чтобы лучше осознать, какую роль играют миллисекунды, приведем простой пример Представим, что у нас есть автопилотируемый автомобиль Который синхронизирует свои координаты с другими автомобилями через интернет А также с датчиками, расположенными вдоль трассы Если автомобиль едет со скоростью 120 км в час И внезапно возникает аварийная ситуация Человеку потребуется около 700 миллисекунд, чтобы среагировать За это время автомобиль проедет около 30 метров Что может стоить жизни водителю В сетях 4G из-за задержки автомобиль проехал бы около 2 метров до принятия решения Для 5G сетей это расстояние сократилось до 15 сантиметров С другой стороны будут ситуации, когда машины на заводах должны работать синхронно И задержка в несколько миллисекунд будет заметно влиять на качество и время такой работы Наглядно это можно увидеть в ролике, где был поставлен простой эксперимент Несколько роботов должны были максимально быстро стабилизировать шарик на ровной поверхности Координируя свои движения по сети Учитывая, что с приходом 5G все больше устройств и датчиков будут подключаться к сети Отсутствие задержки — одна из ключевых характеристик сетей нового поколения Нынешние сети во многих странах уже достигли своего предела И по сути тормозят дальнейшее развитие технологий Итак, сети 5G решают в основном три задачи Значительное увеличение скорости Значительное увеличение емкости сети с возможностью подключить гораздо больше устройств к интернету И значительное сокращение времени отклика Да, именно так Эволюция должна продолжаться даже в технологиях А сейчас давайте развеем те мифы, в которые многие охотно верят Миф номер один Вышки мобильных сетей 5G распространяют коронавирус ВОЗ напоминает, вирусы не могут передаваться через электромагнитное излучение Причем это касается всех вирусов, а не только главного героя пандемии 2020 Электромагнитные волны передавать коронавирус не способны Это физически невозможно Миф номер два Вспышка COVID-19 в Китае связана с запуском 5G сетей Действительно, в городе Ухань, столице китайской провинции Хубэй Сеть 5G начала действовать осенью 2019 года За несколько недель до того, как были зафиксированы первые случаи COVID-19 Однако близость двух событий во времени совершенно не означает, что между ними существует какая-либо связь Поиск такой связи – своеобразное проявление магического мышления Ровно с тем же уровнем доказательности люди пытаются связывать, например, черную кошку, перебежавшую им дорогу С последующими неприятностями Это не про науку, это про суеверие Магическая теория тут же рухнет, если заметить, что COVID-19 активно распространяется в Иране Который еще не использует технологию 5G Или в России, где о полноценном запуске 5G говорить пока рано Третий миф Любое излучение губительно И 5G тоже Нет, губительно отнюдь не любое излучение Взять тот же дневной свет Он не только не вредит большинству земных организмов, но даже полезен Радиоволны, которые используются в мобильной связи, в том числе стандарты 5G, не ионизирующие Их энергия даже меньше, чем у видимого света Они физически не способны повредить ДНК клеток Еще один миф, в который нужно перестать верить Для 5G строят слишком много передающих вышек, поэтому эта технология вреднее других Действительно, сети 5G требует больше матч-передатчиков, чем предыдущие технологии беспроводной передачи данных Это связано с тем, что в городских условиях здания, заборы и другие объекты могут затруднять распространение высокочастотных сигналов Чтобы обеспечить равномерное покрытие, вышки приходится располагать ближе друг к другу на расстоянии буквально 100-200 метров У кучности вышек есть позитивный побочный эффект Поскольку передатчиков много, каждый из них может работать на более низкой мощности, чем в предыдущих технологиях 3G и 4G А значит, уровень электромагнитного излучения от антенн 5G ниже, чем от вышек телекоммуникационных стандартов прошлых поколений То есть маломощные сети 5G, как минимум, не вреднее сетей предыдущего поколения Все оказалось проще, чем все думают Главной задачей этого выпуска было рассказать о том, зачем нужна сеть 5G Как видите, ничего таинственного и пугающего в ней нет Это совсем не какое-либо оружие или средство влияния Сети 5-го поколения — это очередной виток развития технологий Достаточно понятный для всех, кто желает разобраться в этом вопросе На этом мы с вами прощаемся до следующего выпуска Не скучайте, учитесь и пользуйтесь пока еще медленным интернетом Потому что скоро нас ждет еще более быстрый Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»